Спорту все возрасты покорны. Около 200 активных жителей округа приняли участие в 9-м зимнем фестивале ГТО в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Проверить свои силы и сдать норматив готов к труду и обороне приехали как дети, так и взрослые. Лыжники стартовали в 11 возрастных категориях от 6 до 70 лет. В каждом возрасте своя дистанция. Самые маленькие начинают с километра, чуть постарше 2 километра, 3 километра. Самые взрослые мужчины на 5 километров старта. Стать участником фестиваля мог любой желающий, независимо от уровня подготовки. Жительница Одинцова Алена Силина на лыжи встала совсем недавно. Летом она сдала нормативы ГТО на золото и решила попробовать свои силы в зимних видах спорта. За высокими баллами женщина не гонится. Главное для нее участие и положительные эмоции. Только начала, только этой зимой купила костюм. Лыжи с ботинками еще не купила, прокат беру. Но каждые выходные сюда тренируюсь. Хороший результат рассчитываете? Как будет, так будет. Проверить свои силы на зимний фестиваль приехали более 100 школьников. Многие ребята уже опытные участники, а кто-то приехал впервые. Но заряд бодрости и позитива получили все. Я тут первый раз, потом я проведу место, нормальное место, очень хорошее. Мне понравилось очень. Это захватывающе. Было хорошо скатываться с горы. Программа физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне» зародилась в СССР еще в 30-х годах. Но в 1991-м, как и многие советские традиции прошлого века, исчезла. Указом президента в 2014 году свод нормативов был возрожден. И сегодня в России вновь появились золотые, серебряные и бронзовые значки ГТО. Так же, как и раньше, система включает в себя 4 обязательных и 9 дополнительных дисциплин. Для того, чтобы выполнить на какой-либо знак, бронзовый, серебряный или золотой, потребуется выполнить еще ряд нормативов. Есть нормативы обязательные, есть нормативы по выбору. Вот, например, лыжи – это один из нормативов по выбору. Далее у нас и в бассейне принимают участие и на стадионе, и в залах. Фестиваль проводится в целях повышения популяризации занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья, а также воспитания патриотизма у молодежи. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова